здравствуйте уважаемые садоводы и огородники меня зовут русских иван я приветствую вас на канале про цветок сегодня мы поговорим с вами о таком широко распространенном растении как тагетис тагетис является частым гостем наших садах и огородах ему приписываются различные полезные свойства отгонять различных насекомых или предотвращать болезни насколько это правда мы проверяем мы делимся с вами нашими знаниями однако же у него есть еще одно очень важное свойство это большая ценность для здоровья к сожалению многие не используют это растение в качестве пищевого или лекарственного ну даже в большей степени пищевого а очень зря сейчас я вам расскажу почему это важно и чем он так хорош дело в том что один из пигментов каротиноидных лютеин является совершенно незаменимым для здоровья человека с детства мы привыкли что нас учат что морковка очень полезно потому что в ней содержится бета-каротин и это правда но зачастую при этом забывают и о других каротиноидах которых в этой морковке содержится не так уж много вот к таким каротиноидам относятся лютеин лютеин в отличие от бета-каротина который содержится в моркови тыкве других оранжевых овощах он содержит в своей молекуле кислород и не выполняет витаминных функций однако же он выполняет очень важную роль в нашем зрении считается что возрастная потеря остроты зрения в том числе связано с недостаточным потреблением лютеина лютеин защищает наш глаз от избытка синего света наше солнце излучает различные части спектра в том числе и синий цвет свет и если его слишком много или наш глаз не защищен от этого действия то у нас падает и острота зрения и качество восприятия окружающего мира в том числе кроме того лютеин обладает очень важным свойством это антиоксидант антиоксидант который в том числе защищает наш глаз от свободных радикалов от вредного там в глазу кислорода от окисления различных структур глаза окисление же может приводить и к помутнению хрусталика и к различным патологиям когда мы потребляем продукты с лютеином концентрация в глазу в частности в сетчатке лютеина в 10 тысяч раз больше чем его содержание в крови вот как важен лютеин для нашего зрения лютеин не способен синтезироваться у человека в организме самостоятельно и получаем его исключительно из растительной ну и чуть-чуть из животной пищи когда я говорю о животной пищи то эти случаи ограничиваются только куриным желтком ну и конечно же тот желток который светлый бледный который мы часто покупаем магазинах не содержит достаточного количества лютеина а вот уже если курочка росла в естественных условиях питалась травой отливала какие-то натуральные продукты то в этом случае конечно лютеина в желтке будет значительное количество для того чтобы восполнить суточную потребность в лютеине человеку она составляет примерно 5 миллиграмм в сутки на взрослого человека ему необходимо съесть пересчете на сухую массу примерно 50 грамм шпината он очень богат лютеином или же порядка 100 грамм сухой петрушки или 200 грамм зеленого горошка но опять же сухого также за такое адекватное количество лютеина содержится в 400 граммах тыквы также 5 желтков являются достаточным количеством для покрытия потребности человека в лютеине ну или два с половиной килограмма моркови надо съесть в сутки для того чтобы вот эта потребность была удовлетворена ну надо сказать что после шпината среди таких продуктов питания именно питание из которых мы готовим пищу на втором месте стоит вот капуста кале это листовая капуста к сожалению которую еще мало выращивают вот как-то в славянской зоне я знаю но надо обращать все-таки на нее внимание приобретать семена пробовать ее выращивать потому что летом она очень вкусная вполне заменяет белокочанную капусту для щей для тушеной капусты и даже вот крупные листья можно использовать для голубцов поэтому ни в коем случае нельзя игнорировать эту разновидность капусты ну а если вернуться к тагетисам то конечно же лидером по содержанию лютеина являются вот эти красивые цветы для того чтобы восполнить потребность суточную человека в лютеине нужен всего лишь один грамм высушенных лепестков как же правильно заготовить нам лепестки как с ними правильно обходиться для того чтобы сделать вот такую биологическую активную добавку из тех растений которые растут у нас в саду и огороде ну во-первых у тагетиса есть множество различных сортов есть вот такие более светлые есть оранжевые есть вот такие вот прям очень очень темные разумеется чем темнее насыщенный цвет у тагетиса тем выше там содержание соответствующих пигментов лютеина но его разновидности заексантина соответственно для того чтобы собирать цветочки необходимо отобрать ну вот такие сорта которые являются наиболее насыщенными связь с тем что хоть тагетис и посещают пчелки но перекрестное пыление у него очень слабое они его посещают в основном для того чтобы собирать пыльцу а как правило когда цветочек уже расцвел то оплодотворение там произошло и в общем то перекрестного пыления не происходит поэтому сохраняется константность или постоянство сорта и можно вести собственное семеноводство тагетиса для того чтобы собирать цветки надо оторвать вот такие соцветия и далее либо просто отщипнуть лепестки либо можно их аккуратно ножиком обрезать от чашечки от этой зеленой ну и стараться чтобы вот это внутреннее содержимое цветка вот эти вот зачатки семян не попали в наш урожай лепестков что с ними дальше нужно делать их конечно можно высушить и использовать в качестве пряности для различных блюд преимущественно мясных для супов вот несколько щепоток сухих цветков таких обогатят наши блюда наше питание необходимым количеством лютеина но если вы хотите приготовить настоящую биологически активную добавку то соберите вот полную емкость лепестков их можно так вот утрамбовывать и наполнять до верха и затем залейте их растительным маслом я советую использовать льняное масло почему потому что именно сочетание омега-3 жирных кислот которых очень много в этом масле и лютеина дает наилучший наиболее благоприятный эффект для нашего здоровья но надо помнить что если вы используете льняное масло то после вскрытия упаковки и уж тем более когда вы заливаете лепестки настаиваете его нужно употребить в течение примерно двух недель поэтому время настаивания должно быть сокращено хотя бы до одной неделе и настаивание необходимо проводить в темном прохладном месте а лучше всего в холодильнике для того чтобы исключить окисление льняного масла более легким вариантом является использование рапсового или оливкового масла они обладают высокой биологической ценностью в то же время они не так драматично быстро прогоркают и портится как льняное масло после настаивания примерно в течение недели лепестков масло готовое употребление одной чайной ложечки такого масла с лепестками тагетиса утром например или вечером когда вам это удобно делать или за про использование этого масла для заправки салатов является очень и очень эффективным средством восполнения потребности человеческого организма в лютеине очень важно чтобы женщины которые ждут ребенка также не забывали о том что их рацион должен быть обогащен продуктами с лютеином ребенок когда рождается его глаз еще не привык к свету и когда он начинает смотреть на мир когда солнечный свет попадает маленькому ребенку в глаза начинаются вот всевозможные повреждения глаз из-за того что там недостаточное количество лютеина из-за того что он еще так сказать ну не не приспособился к жизни в этом мире и вот обогащение рациона матерей кормящих матерей будущих матерей вот такие такой биологически активной добавкой является залогом здоровья будущих и рожденных малышей здоровья что касается вот его их зрение их глаз конечно же эта добавка очень полезна на протяжении всей жизни как я уже говорил у пожилых людей зачастую рацион обедняется ограничен где-то экономят пенсии не хватает рацион становится скудным и вот эта потеря остроты зрения ранняя потеря остроты зрения у него много много причин всевозможных но одна из них это в том числе нехватка лютеина в рационе поэтому собирайте вот эти цветочки высушивайте их настаивайте их на масле используйте их во все блюда которые вы готовите в качестве пряности в качестве добавки и уверен у вас не будет проблем связанных с нехваткой этого очень важного каротиноидного пигмента в нашем организме который вот так здорово регулирует остроту нашего зрения бархатцы прекрасно себя чувствуют как на ярком свету так и в полутени замечательное место для посадки бархатцев это приствольные круги деревья вот посмотрите как хорошо бархатцы чувствуют себя под небольшой хорошо обрезанной яблоней у которой крона пропускает достаточное количество света и хотя нельзя сказать что они выполняют какую-то особую защитную функцию но при всем том эстетика тоже имеет большое значение и оформление у таких приствольных кругов бархатцами является очень рациональным кроме того такие деревья у которых под кроны в приствольном кругу не дёрн а цветы очень хорошо поддается жидким подкормкам я желаю вам всем здоровья хороших урожаев красивых цветников всего хорошего да ну Субтитры создавал DimaTorzok